Путин заявил, что у Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит нет будущего. Я не понимаю, база-то какой, про чем он говорил. Если он имеет эту промышленность, то он промышленность уже назвал. База, что за база, овощной базы у Украины нет. Я не понимаю, какие-то такие слова говорит, у Украины нет собственной базы, нет собственной идеологии, а у Путина есть идеология. Украсть все, вот идеология Путина, и поехать воевать на танке с табуреткой. И заявил он на выходных, что от боевой работы вот этих, значит, опезлов, которые там воюют, во многом зависит будущее России. Конечно, зависит их. Чем больше перемелют этих придурков, тем у России незавиднее будущее, потому что нужны будут самцы, китайские или азиатские, чтобы восстанавливать популяцию. Наверное, восстанавливать не придется, потому что китайцы все займут и все. Вот. Нужно беречь ребят на передовой. Путина, это я удивляюсь, он уже столько сберег и еще туда отправляет. Обязательно будет, он заявил, посещать новые регионы. Это я понимаю, как тот уже посещал, который сам садился за руль, только сидел в 15 метрах от министров и тут же садится за руль, а какие-то КамАЗы едут, что-то болтает, выходит, начинает каких-то дедушек обнимать. Да. И Запад на все готов с кем угодно сотрудничать, лишь бы навредить России. В общем, какой смешной. Даже готов с Путиным Запад сотрудничать, чтобы навредить России. А чем Запад занимается? Сотрудничает с Путиным и расхищает все, что можно. Россия никогда не получится оттеснить, ослабить и раздавить. Этим как раз Путин занимается. Оттеснил Россию, ослабил и давит ее. Ой, жуть, конечно. Деревня Молостова, Нижегородская область, все местные жители просят Путина провести в их деревню ГАЗ. Да, стоят они там. Представляешь, сейчас куча опять видео, где на коленях стоят и Путина что-то просят. Бля, как мне противно, меня аж выворачивают наизнанку. Семья погибшей при стрельбе в Рянской школе девочки получит 1 миллион рублей. Семь ребят с тяжелыми ранениями по 500 тысяч и 300 тысяч, у кого легкие ранения, заявил губернатор Рянской области. То есть, вот эти погибшие и раненые довели девчонку до самоубийства фактически. Им деньги заплатят. Суд в Рянске арестовал отца школьницы этой на 2 месяца. Вначале продлил до 72 часов, потому что не знали за что его арестовывать. За халатность по поводу оружия, как бы там, не очень, так сказать, возможности есть арестовывать. А здесь ему приписали доведение до самоубийства еще. Помимо халатности, это, оказывается, отец девочки этой Алины довел ее до самоубийства. И вообще охреневает этой наглости путинских судов. То есть, они полностью, это полностью вина учебного заведения. Что это вина вот этих, в кого она стреляла. Они уже взрослые, 14 лет. Они должны были понимать, что они делают с этим ребенком. Понимаете? И вдруг они просто жертвами оказались. А этот отец виноват? Нет, ну понятно, что он халатно подошел. Насчет оружия никаких вопросов. Но если бы предположить, что школа выполняла бы свои обязанности, если бы не занимались тем, чем занимались, то и не пришлось бы оружие далеко прятать. Тем более, как ты дома спрячешь далеко оружие? Что ж, 14-летний ребенок сейф, что ли, не откроет? Откроют, что хочешь. Ты же не будешь с этим ключом спать. Один миллион рублей выплатят каждому, кто захочет служить в новом элитном подразделении. В Подмосковье сейчас формируются подразделения для тех, кто готов заключить контракт на военную службу. Ведь еще это Московская область оплачивает по миллиону. Очень странно. Очень странно. То ли теперь этот заказ переходит непосредственно к губернаторам. Ну, как у Кадыра. Вот есть этот заказ. То есть ему башляют бабло, а он там набирает каких-то нукеров. Не обязательно ищищник. Да, заказ за голову платят. Вот видно, губернаторам такой сделали заказ. Вот в Цинковом гробу 19-летнюю Андрея Лажова привезли, или Лажев, да, которого призвали летом из Петкеранта. Петкеранта. Даже не знал, что есть такой населенный пункт. Представляете? Он отказался подписать контракт. Его отправили на границу Крыма с Херсоном. Потом он попал с побоями в госпиталь. В госпитале умер. Родителям гроб запретили вскрывать. Вот такие интересные вещи. Но я не понимаю, почему родители слушают. Тех, кто им что-то там запрещает, разрешает. Это удивительно. Вячеслав, знаете, как вы думаете, может ли протест жен мобилизованных вырасти во что-то серьезное? Ну, если это поддержать серьезно, то может вырасти вообще что-то серьезное. А если не поддерживать, конечно, ни во что не вырасти. В любом случае, это можно использовать как детонатор. Продолжение следует...